Спасибо большое, Эйхаус, за приглашение, за возможность поговорить на тему, которая мне очень дорога, очень близка, и которая, на самом деле, уже действительно очень сильно пронизывает жизнь любого человека, который хоть надолго оказывается в Венеции. Я постараюсь... Я вообще всегда, когда провожу какие-то лекции, какие-то события, всегда стараюсь думать об этом скорее, как о таком разговоре. То есть, наверное, сегодня я больше буду как-то набрасывать какие-то темы, какие-то истории, как-то из большого количества сюжетов ткать вот это некое полотно контекста взаимоотношения города и лагуны, на которой этот город построен. И, наверное, начну с того, что, в принципе, например, одна из историй, которую я изучала как раз и изучаю в университете Кафоскаре здесь, это так называемая экологическая история. Это в исторических науках произошел такой поворот в XX веке, он называет environmental turn или экологический поворот, когда, как ни странно, впервые за многие сотни лет историки начали изучать историю человечества в контексте окружающего ландшафта. Потому что на протяжении очень долгого времени историк и урбанистика тоже рассматривала природу как такой некий красивый пейзаж, на фоне которого разворачивается тоже какая-то историческая драма. Хотя вот Венеция как раз всегда была уникальным городом, потому что всегда венецианская лагуна была неким таким символом развития водной цивилизации, развития человеческой цивилизации, которая развивалась вместе с природой. В общем, действительно, до XX века существовало такое мнение, что все-таки этот человек решает, как преобразовать ему среду и как существовать внутри этой среды. А в XX веке появилось такое направление географии истории, как экодетерминизм, который как раз говорил о том, что это именно окружающая нас среда, это окружающий нас ландшафт является основной причиной нашего какого-то поведения, ценности, эстетики, которую мы выбираем. И как раз Венеция в этом плане является очень ярким примером того, как ландшафт влиял на инженерную деятельность, на эстетику и на некую культурную идентичность. И Венеция, кстати, является одним из самых изученных, в принципе, городов в мире. Вот есть такая замечательная статья, которая называется Heart of Wetness, или сердце влаги, написанная тоже профессорами из университета Кафоскаре в Венеции, где как раз они сообщают о том, что нет ни одного другого города, нет ни одного другого ландшафта водного, который был бы так же сильно изучен, чья экологическая система была бы так же изучена, как Ниццанская лагуна. Вообще даже само слово лагуна пошло изначально из Венеции, и уже позднее исторически сложилось, что этот термин начали использовать для каких-то других бухт. И опять же, я не знаю, может быть, мы потом через Айхаус как-то тоже поделимся списком литературы, потому что книга про здоровье лагуны написана огромное количество. Вот как раз, например, буквально в прошлом году вышел очень большой труд под названием The Lake of Venice как раз про будущее развития лагуны, но помимо этого есть много других трудов про то, как как раз водный ландшафт менялся вместе с городом. Но что вообще такое этот водный ландшафт и что такое эта водная лагуна? Фактически лагуна — это бухта, это бухта, вокруг которой есть некие такие искусственные преграды в виде островов или солёных марши, о которых мы поговорим позднее. То есть, в принципе, наверное, можно сказать, что это как запрудье с морской и солёной водой. При этом есть лагуны, которые более пресные, есть лагуны, которые более солёные. Для Венеции всегда было очень важно сохранять именно определённый уровень соли, и почему мы об этом тоже поговорим. И опять же, если мы поговорим о том, с чего начиналась история, история города, она началась на самом деле с поселений на материке. То есть вот здесь видна небольшую рыбку, где сейчас находится современная часть Венеции, но сама республика добралась оттуда далеко не сразу. 1600 лет назад первые поселения находились в северной части лагуны. Это был город Альтинум. Сейчас это совершенно небольшое поселение, но в котором находится замечательный археологический музей. И постепенно, ну, как гласит на самом деле легенда, спасаясь от варваров, местные жители, постепенно перебирались на острова. Не знаю, видно ли курсор мой, но вот как раз под нижней границей красного квадрата находятся острова, которые сейчас многие затоплены, но именно там находились исторические поселения. И интересно, что, в принципе, уже с древних времен местные жители постепенно отвоевывали какие-то земли у лагуны. То есть, например, опять же, в северной части лагуны есть такой остров Виньола, или Винный остров, который почти наполовину состоит из искусственной суши. То есть его, это буквально была такая насыпь из стекла, каких-то отходов, мусора и глины, которая постепенно стала суши. Но и наоборот, происходила обратная история, когда, например, у земли венецианцы отвоевывали земли для того, чтобы лагуна могла дышать, для того, чтобы, опять же, морская вода уходила уже на земли. Материковые, в такие ниши. И это, с одной стороны, спасало город от затопления, а с другой стороны, позволяло лагуне дышать. То есть они действительно говорили о том, что весной, когда начинаются такие самые интенсивные астрономические приливы, весной лагуна дышит. И поэтому создание вот этих ниш, свободных территорий под лагуну именно на материке было очень важным. Эти земли вплоть до XIX века, они никогда, например, даже не использовались под сельское хозяйство, потому что лагуна воспринималась как такой же живой организм, как такое же живое тело, которому нужно создавать пространство. Да, и как раз есть очень много старинных карт и гравюр, на которых видны вот эти искусственные изменения, искусственные повороты рек. Теперь перейдем тоже к тому, почему были важны повороты рек. Потому что приток речной воды в лагуну приводил к уменьшению уровня соли в ней. Основой большинства островов стал Венеция, являлся тысячелетний лес. Я понимаю, звучит немного странно, но фактически на протяжении сотен лет венецианцы вырубали леса на материках и использовали стволы этих деревьев как некие такие сваи. Вот здесь есть очень хорошая как раз иллюстрация, где видно эти сваи, которые очень плотно вставляли в дно каналов и дальше с помощью глины, с помощью мелких камней создавали такие искусственные насыпи. То есть, опять же, когда мы гуляем по всем вот этим прекрасным набережным и островам, большая часть поверхности, по которой мы гуляем, она является искусственной. И она является в некотором роде таким подводным лесом. Благодаря соли эта древесина очень сильно затвердела. Она становилась практически такой же прочной, как камень или сталь. Пресная вода, ну, в случае опреснения каналов, она бы неизбежно эту древесину размочила и, соответственно, фундамент бы просто растёкся, расквасился и так далее. Вообще, интересно, насколько всегда венецианцы находились в контакте с водой и насколько, на самом деле, недавней историей является появление мостов венецианских, которых в городе много-много сотен. В принципе, основная часть каких-то мостов появилась уже после XVI века. До этого была достаточно распространённой практикой переходить каналы вброд или, опять же, переплывать их на лодках. И уже в XVIII веке, когда венецианская республика пришла упадок экономически и политически, ходило очень много таких городских легенд и спекуляций тоже среди современных мыслителей о том, что Венеция утратила своё могущество, потому что местные жители стали меньше контактировать с водой. И это, опять же, такой очень интересный парадокс, потому что сейчас в городе плавание и вообще какое-либо пересечение каналов вброд или вообще какое-то такое физическое, прямое взаимодействие с водой, оно запрещено. Это очень сильно порицается. Когда-то это было нормой, чем-то таким почти практически сакральным. В принципе, если говорить о транспорте, в Венеции существует больше 16 типов лодок, и до сих пор в местных школах, на занятиях физкультуры дети именно занимаются гриблей, и это считается таким очень престижным видом спорта. Ну и вообще времяпрепровождением. Это что-то такое, что-то очень естественное для горожан, потому что считается, что вот эта Вога Алавенита, вот эта гребля, она является такой потенциальной оптикой. То есть, когда ты гребешь, ты видишь как вода, потому что ты практически находишься на уровне вот этой водной глади. И кроме того, например, в 20 веке уже, когда появились первые моторные лодки, их встречали тоже с ужасным каким-то негативом, потому что считалось, что моторная лодка, она разрушает вот этот контакт с лагуной. И в знак протеста, например, в 70-х годах местные жители начали проводить как раз гонки на лодках, которые предполагают греблю. Еще несколько типов. Гонки проходят каждый октябрь. Еще одна такая интересная форма водного протеста и вот этой водной демантичности – это местный кинофестиваль Cinema Galijanta или Floating Cinema или плавучий кинофестиваль, который появился в знак протеста против кинофестиваля Налида, который, я думаю, что все знают, Венецианский кинофестиваль. Но, несмотря на то, что кинофестиваль в том числе сопутствует какому-то усилению личного бренда города, местные жители очень сильно не любят его, потому что фестиваль, он не для местных, а все-таки для какой-то международной публики. И опять же, в знак протеста местное культурное сообщество создало такой плавучий кинофестиваль на платформе, где местные жители смотрят кино с лодок. И опять же, это какой-то вот этот очень важный символизм, очень важная семантика, что экран практически сливается с лагуны, и все это представляет собой некое единое цело. Другой ритуал, который тоже всегда символизировал вот эту связь города и лагуны, это обряд обручения тоже с лагуны. Это очень красивая традиция, потому что, считается, что впервые в тысячном году дождь впервые бросил золотое кольцо в воду лагуны, произнеся свои слова «Мы женимся на тебе море в знак истинного и вечного господства». И, например, к сожалению, не поставилась эта фотография, но, например, в палаце Дукали, в дворце Дожи есть очень много изображений как раз лагуны и Венеции в виде женщины. Всегда считалось, что у Дожи должно быть две жены, это как раз лагуна и его собственная жена. И этот обряд бракосочетания с морем имел огромное значение, он был отменен как раз когда в Венеции началось управление Наполеона, и Буцентавр, церемониальную галеру, на которой как раз проводился этот отряд, тогда сожгли, но обряд возобновился уже в 20 веке, и сейчас уже мэр Венеции обручается с лагуной. Другой мотив такого тоже символического соединения культурной, часть какого-то культурного слоя города и его лагуна, это, конечно, муранское стекло, у которого тоже тысячелетняя история, и которая особая специфика муранского стекла, это то, как в нем отражается свет. И очень многие как раз культурные исследователи отмечали вот это сходство между блеском стекла и блеском света, сияния света на водной глади. В примере есть такая антрополог Вероника Стрэнг, она преподает в Кембридже, и в одной из статей Common Sense is Watering Sensor Experience and the Generation of Meaning она как раз пишет о том, как муранское стекло повторяет вот это чудо, вот это восхищение, которое ты испытываешь, видя, как солнце играет на водной глади. И она это связывает тоже с почти таким, я бы сказала, религиозным ощущением чуда, религиозным ощущением восторга. Но история муранского стекла также интересна тем, что фактически эта история тоже один из таких основных элементов в человеческой культуре, в человеческой истории, элемент огня. А в Венеции всегда очень сильно боялись пожаров, потому что Венеция построена была очень плотно и, естественно, в основном из дерева. И поэтому фабрика, стекольные фабрики и остров всегда находились на таком почтенном отдалении от основного острова. Остров Мурана находится тоже в северной части лагуны, и это всегда было именно такое противопожарное средство. То есть вода являлась таким естественным защитным барьером. Да, вообще, когда я начала готовить этот разговор, я поняла, насколько, в принципе, вся история города и весь городской контекст пронизан вот этой темой воды, потому что в Венеции даже существует отдельная культурная институция, которая называется Ocean Space, которая целиком посвящена теме воды и так называемых голубых гуманитарных наук, Blue Humanities. То есть это... Ну да, это гуманитарные науки о воде. То есть это то, как мы воспринимаем наши отношения с водой с философской точки зрения, с антропологической точки зрения, с точки зрения семантики. И, в принципе, это та институция культурная, которая тоже изучает, как современные горожане как-то тоже соотносятся с водой. То есть, например, огромная часть их деятельности это прогулки в лагуне. Если говорить о каких-то тоже прогулках и продолжении вот этого какого-то чувственного взаимодействия с лагуной, то еще один аспект — это, конечно, туман, который является неизменным погодным условием с ноября по март. И есть такая тоже замечательная статья исследователя Айфера Дункана про почти такой мистический опыт, который ты испытываешь, гуляя по Венеции в тумане. Потому что, как пишет Айфер, как раз вот эта влажность, которая тебя окутывает, она дает какую-то особую чувствительность, она тебя буквально напрямую связывает с лагуной. То есть даже если ты не погружаешь свое собственное тело в ее воды, она окутывает тебя таким, то, что это как раз называют, метеорологикл оккульт. И это тоже такой практически мистический опыт, который на самом деле тоже довольно уникальный, мне кажется, в современном органистическом контексте, когда у нас все равно есть вот это разделение на природное и искусственное. Еще одна тема такого прямого и чувственного соединения с лагуной, это, конечно же, тема еды. И тема морепродуктов, которые всегда в городе были в избытке. Например, какое-то время в Венеции даже очень активно выращивали гребешки, то есть было до 80-х годов. Венеция была таким очень крупным продюсером гребешков, но экологи установили, что, к сожалению, гребешки разрушают тоже состав водной лагуны, потому что когда ты их, когда ты собираешь урожай со дна, вместе с ним поднимается осадок, и это разрушает, во-первых, нижний слой лагуны, а во-вторых, тоже нарушает качество воды. Но, опять же, и возвращаясь к теме еды, есть и бесконечным источником, и референсом есть замечательный историк еды Саша Гора, который написал прекрасную статью про то, как морепродукты и местный рыбный рынок являются тоже такими ритуалами соединения с лагуной, потому что для любого венецианца рынок Риальта – это не просто какая-то красивая туристическая точка, а это место, где ты пробуешь всё, где это всё очень пахучее, опять же, очень мокрое, очень влажное, где ты пробуешь и там высасываешь сырые креветки, где всегда под ногами хрустит лёд. Это всегда очень чувственный опыт. Опять же, Маша упомянула, что я работаю с павильоном Испании, в этом году у нас тема как раз еды, и наш такой главный лог-лайн, я бы сказал, это «By eating, we digest landscapes». Потребляя еду, мы потребляем в пищу на самом деле ландшафт и территория, и морепродукты Венеции – это абсолютная история про то, как мы питаемся лагуной. Например, паста вонголя, типичная, которую можно найти здесь в любом ресторане. Её очень легко приготовить самому, но не только с помощью ракушек, которые вы можете купить на маркете Риальта, но и отправившись на один из островов, например, на Лида, в начале мая с ведерком и просто буквально собирая эти ракушки с пляжа. И это тоже такая абсолютно типичная история для венецианцев, отправляться за какими-то ингредиентами в лагуну. Другие более неочевидные ингредиенты – это, например, солероз, который очень полюбили все местные мишленовские шефы. На самом деле, это, можно сказать, практически такой лагунный сорняк. Его ещё называют едой для челепах. И это очень водянистое, очень солёное растение, которое используют совершенно по-разному. Его тушат, как фасоль, его запекают, как спаржу. С ним его маринуют, с ним делают песто, с ним делают джим. И ещё одна история, конечно, это история про вино. В принципе, в винном деле есть такое понятие, как теруара. Это как раз ландшафт, в котором был выращен виноград для вина. Потому что виноград всегда сохраняет все признаки, все качества ландшафтов, в котором он вырос. И в Венеции есть тоже виноградники. Есть, например, на острове Бурана такое место под названием Венисса, где выращивается уникальный виноград Дорона, который... Это, на самом деле, очень уникальный виноградник, потому что он пережил несколько наводнений. И, в принципе, в некотором роде какую-то вот эту солёность в нём тоже можно почувствовать. Да, на этом я, наверное, хотела завершить часть про какие-то культурные смыслы и про ритуалы соединения и поговорить о том, что же Венецию разъединяет и разобщает, что же разобщает город с лагуны и к каким экологическим кризисам и экологическим последствиям это приводит. И, опять же, здесь три книжные рекомендации. Рекомендация с рефлексией на тему того... Началась? Только что давно. Давно? Можно продолжать? Ладно. Значит, первая книга это следовательница Сиренела Явина про нарративы «Смерть в Венеции». Вторая книга это историк архитектуры Сальваторе Сетти, которая тоже рефлексировала на тему того, что приведет к смерти города. И Анджела Ветеса «Венеция вива». Что объединяет все эти три книги? Это то, что во всех трех случаях они так или иначе приходят к выводу, что Венеция умрет из-за того, что вот эта тонкая связь между человеком, гражданином и водой, и лагуной, она нарушится и разрушится. То есть, что мы вот этот какой-то хрупкий баланс и бесконечное повседневное взаимодействие перестанем ценить, соответственно, перестанем тоже как-то заботиться об окружающем ландшафте. И в принципе это уже для Венеции это уже продолжительная история, которая началась больше ста лет назад с итальянского футуриста Маринетти, который написал очень интересный такой памфлет про то, как нужно модернизировать Венецию, заасфальтировав каналы и открыв парочку заводов. Что в принципе и случилось буквально через 20 лет после написания этого памфлета, то есть 20-30 годы прошлого века, началось строительство Порта Маргера. Это огромный промышленный комплекс, который включал в себя в том числе химико-перерабатывающий завод, нефтеперерабатывающий завод. И опять же это огромный комплекс, который вопрос был не только в том, что в каком-то загрязнении окружающей среды, но опять же помните, я говорила про то, что лагуна должна дышать и про то, что все прибрежные материковые территории на протяжении очень долгого столетия, тысячелетия, они никогда венецианцами не застраивались. но порт Моргера он был построен не просто на берегу материковой части, он еще и захватил несколько соседних островов, а также соленых опять же марши, я сейчас объясню, что это такое. Соленые марши фактически это такие тоже глиняные островки, которые всегда являлись некой естественной губкой, из-за того, что они очень пористы, они в себе, из-за того, что там всегда на них всегда росли и растут водолюбивые соленолюбивые растения, они очень легко эту воду впитывают. И на протяжении тысячи лет венецианцы не просто охраняли эти островки и губки, но они также создавали искусственные соленые марши. По-итальянски это называется баренос, очень красивое слово. Но в начале XX века вся вот эта территория, вся вот эта губка, она застраивается нефтеперерабатывающим заводом, который является фактически градообразующим предприятием. Ну, это не только завод, это еще и порт. И на протяжении десятилетий подделываются отчеты об экологическом состоянии, подделываются отчеты о количестве выбросов, подделываются отчеты о здоровье сотрудников. В результате в конце XX века был суд над руководителем завода за экоцит, поскольку огромное количество сотрудников умерло от рака. В принципе, это была такая доказанная история. А сейчас существует проект redevelopment этой территории, и в принципе ведется очень много разговоров о том, как можно ревитализировать всю вот эту индустриальную территорию, которая действительно является неким шрамом на лице лагуны, как раз Сиренелла Ювина, которую я упомянула, первая зеленая книжка, она очень много пишет про Порто Маргеро, Интересно, что в этом году впервые Бейнале сделала проект в Порто Маргеро, как я уже говорила, из-за того, что это очень травматичная история для города, в принципе, разговоры они очень долго время вообще избегались, и еще в некотором роде происходит культурная ревитализация, за счет того, что именно там находится несколько техноклубов, и, например, проходит техно-фестиваль, электронной музыки, который тоже называется лагуна. Вторая история с экологическим кризисом и вот этим нарушением водно-человеческого, водно-культурного баланса, это, конечно, история про наподнение, про то, что мы вроде бы все с вами знаем, что в какой-то момент Венеция затонет, и что уже сейчас Венеция очень сильно страдает от наводнений. То есть буквально на прошлой неделе, при том, что не было ни одного дня, когда шел дождь, у нас была аква-альта, то есть высокая вода три дня, три раза. И это как раз такой момент, когда ты не можешь пройти по городу без резиновых сапог. Но одно из самых страшных наводнений в Венеции случилось в 1966 году, 2 ноября. После этого наводнения были страшные разрушения, более 5000 человек остались без дома, несколько десятков людей погибли. И до сих пор, во-первых, в память об этом наводнении, каждый год 4 ноября звучит сирена, и до сих пор по всему городу можно найти такие отметки, где просто на стене здания или на например колонии отмечают уровень воды, который был тогда. Во многих ресторанах или в отелях такая отметка тоже есть в память об этом страшном событии. опять же оно было страшно еще в том числе потому, что до этого таких наводнений не случалось, настолько разрушительных, потому что, как я уже говорила, у лагуны была возможность дышать и была возможность разливаться на какие-то прибрежные материковые территории со строительством Порте-Маргерре и с тоже уменьшением количества естественных барьеров наводнения и приливы стали более серьезными. То есть лишняя вода, условно говоря, начала уходить именно на острова, а не дальше на материк. и именно с 60-х годов начался разговор о том, что же делать с этой ситуацией, что же делать с приливами. И начался очень длительный проект инженерных решений. То есть на самом деле это тоже такое интересное, это очень интересное технократское мышление, что вместо того, чтобы обратиться каким-то более традиционным способом, но что опять же очень типично для 60-х годов, начали придумывать какое-то инженерное решение. И так появилась система Моисей. Это 19 мобильных загораждений, которые находятся по периметру лагуны и которые опускаются в дни, когда предсказывают высокий уровень воды. в принципе, то, как работает система Моисей, это фактически такие водные ворота, которые поднимаются, как я уже сказала, они поднимаются, когда прогнозируют высокий уровень воды. Наверное, нужно еще сказать про то, что еще влияет на наводнение. Влияет на наводнение ветер. И обычно это два ветра, это северный ветер, который называется Бора, и южный ветер, а сировка, который дует с Сахарой. И, например, венецианцы, которые живут здесь очень долго, они всегда могут по просто чувству вот этому ветру на своей коже, сказать, что это за ветер, откуда он дует. Ну, и, в принципе, вот это какая-то естественная ориентация в пространстве, география, она здесь очень сильна. Опять же, местные всегда могут сказать, какая погода будет через несколько часов по облакам и по движению ветра. Всегда они чувствуют, какой сейчас день лунного цикла, потому что луна тоже влияет на приливы и отливы. и, ну, да, в принципе, даже без системы оповещения можно даже примерно почувствовать, когда у тебя, когда в городе будет высокая вода. Возвращаясь к системе Моисей и к этим воротам, которые сейчас открывают, ну, в этом месяце уже открывали несколько раз, опять же, из-за высокого уровня воды. Этот проект был одним из самых дорогостоящих инфраструктурных проектов в Европе. Его строили больше 20 лет и, в принципе, говорят, что уже к моменту окончания строительства этот проект немного устарел. Почему устарел? Потому что, во-первых, изменение климата и прогнозируемый рост уровня воды в Мировом океане не соответствует тем прогнозам, которые сделали в конце 90-х годов. и уже сейчас говорят, что существующего уровня высоты этих искусственных заграждений не будет хватать через 20 лет уже. кроме того, уникальная система и нигде в мире подобных заграждений до этого не строили. Никто не мог исследовать, как эти заграждения будут влиять на экосистему лагуна. Экосистема происходит то же самое, что и происходило, когда очень масштабно вылавливали гребешков и выращивали гребешков на дне лагуны, поднимается осадок, поднимается осадок, и все массово гибнут тоже всевозможные рачки, крабы и различные виды, которые проживают на дне лагуны. Соответственно, это те виды, которыми питаются, например, рыбы. Соответственно, это влияет на количество рыбы, это влияет на количество того, сколько рыбы могут выловить местные венецианские рыбаки и так далее. То есть, это, в принципе, разрушает экосистему, как я уже сказала. Но при этом, наверное, еще важно сказать, что эта система очень дорогостоящая. Говорят, что один час поднятых ворот таких обходится городу в 200 тысяч евро. Соответственно, я помню, что в прошлом году, в прошлом ноябре их поднимали на 8 часов. И, да, вот эти ужасные подсчеты говорят о том, что городу этот день без высокой войны обошелся в полтора миллиона евро. Соответственно, есть фонд, есть фонд, государственный фонд, куда как раз переводят деньги на защиту венец от наводнения. И в феврале 20 века впервые за всю историю существования ВОК-Италия вышла обложка, где как раз собирали деньги на защиту венец от наводнений. Это произошло после тоже очень страшного наводнения 2019 года, когда почему-то не подняли рот и систему Моисея. И это наводнение привело к очень разрушительным последствиям для города. Наверное, в завершение я бы хотела сказать еще, задать риторические вопросы, существуют ли какие-то альтернативные способы защитить город от наводнений. Ну, конечно, существуют. И это как раз пресловутые соленые марши, которые и здесь как раз очень красивая такая спутник, очень красивый спутниковый снимок того, как они выглядят с высоты третьего полета. Вот то, что здесь фиолетовое, это цветет в июле, такое растение, которое называется лимониум, оно тоже очень водой из салона любивое, и оно очень красиво на вот этих глинистых структурах цветет в июле. существует очень много активистских групп, в том числе, например, такая группа, которая называется Where Here Venice, которые продвигают именно марши и строительство таких естественных заграждений, вот этих естественных кубок для защиты лагуны, ну, и для защиты лагуны, и для защиты города от наводнения, потому что, ну, мало того, что это естественный такой природный барьер, это еще и место, где селятся птицы, где питаются птицы, это место, где также венецианцы могут гулять в резиновых сапогах, и в принципе, как бы однажды построив такую барену, тебе не нужно за ней ухаживать особо, она просто растет и цветет, но это все равно требует определенных навыков ландшафтного дизайна, и, например, ну, в Лагуне есть несколько искусственных барен, которые сделали как раз местный муниципалитет, и, да, активисты их критикуют за то, что муниципалитет поленился сделать такие маленькие канальчики, через которые тоже протекает вода, ну, то есть они сделали более такие цельные структуры, но, тем не менее, этот метод проявлял себя исторически как достаточно надежный, и, в принципе, среди биологов и экологов местных есть консенсус на тему того, что именно такое более биодизайнерское решение является, возможно, решением более деликатным и более правильным, чем решение стихнократское. Да, и, наверное, на этом я буду заканчивать свою речь. Мне кажется, вся красота истории м